Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь, пишите свои комментарии, пожелания. Возможно, озвучим мне ваших произведений. С уважением к вам, Павел Писедин. Рассказ «Всела до Крестовского. Покойная квартира с мебелью и прислугой». Анна Ивановна отдавала комнаты под благородных жильцов. Она уже лет пять занималась этой профессией после того, как ее супругу, калевскому асессору, вздумалась удалиться к праотцам, что случилось с ним после испития полуведра очищенного. Неутешная вдова перетитуловала себя в «майорше», потому что одно уже слово «майорша», как известно, придает более ампломбу в глазах лавочника, дворника, да подчас и соседей. И затем, с помощью полутора-ста рублей пенсии, открыла свою профессию. Или, как значилось на прилепленном у ворот билетике, амбл-гарни с прислугой, столом, самоваром и без онных. Анна Ивановна была дамопрактическая, что называется, пройдоха, и свою выгоду упускать не любила. Хотя ей стукнуло уже пятьдесят, но, но, тем не менее, полное лицо ее было тщательно замазано белилами, щеки румяными, а чепчик, под которым скрывалась накладка, украшен огромной розой. Анна Ивановна когда-то весьма нравилась одному маленькому, но в своем курятнике значительному петушку. И этот-то петушок поторопился выдать ее замуж за покойного супруга Анны Ивановны. От этого брака родилась дочь во святом крещении, нареченная Антониною. Петушок любил романтические имена и сам нарек так новорожденную, когда покойный супруг Анны Ивановны явился к нему за свидетельствой о своей семейной радости. Покойному супругу было очень тепло, пока здравствовал петушок. Но петушок умер, и декорации переменились. Калежского сесора, который стоял было на дорожке, оставили в тени. Да и на самого-то его тень набросили. Но главное дело не в нем, а в Анне Ивановне и в ее дочке, Ниночке. И потому мы покойника оставим мирно тлеть в тундрах Волкового кладбища. Ниночка уродилась в матушку. В то время, к которому относится начало этого повествования, ей минуло 17 лет. У нее были ржеватые волосы, белое, румяное и полное личико, курносенький носик с расширенными ноздрями, маленькие карие глазки, вечно на побегушках и довольно толстые полураскрытые губы. Вообще же она была не дурна. И вот поэтому-то Анна Ивановна возлагала на нее многие упования. Она весьма принаряжала свою дочку и по праздникам отправлялась с ней на гуляние. Если навстречу им в парке или у из Лера попадался какой-нибудь солидный наружности старичок, напоминающий Анне Ивановне покойного петушка, и если этот старичок, облизываясь, уставлял на Ниночку свои глаза масляные, Анна Ивановна немедленно толкала ее незаметным образом в бок. И Ниночка, как нельзя лучше, понимала смысл и значение этого немого материнского толчка, который приглашал ее изобразить на лице своем скромно приветливую и в то же время обворожительную улыбку. И улыбка самого коварного свойства немедленно появлялась на губах. Ниночка к вящему соблазну дрожащего старичка. Но до сих пор волею судеб обстоятельств слагались так, что встречи и улыбки не вызывали дальнейших вожделенных последствий. Тем не менее, Анна Ивановна не теряла в перспективе самых блистательных надежд, потому что Ниночка все более наливалась, как крупная вишня, на ветки, и бойко хорошела. Между тем, дела по части благородных жильцов шли не совсем так успешно. Апартаментов имелося на пять персон. А в наличности у Анны Ивановны состояло только двое клиентов. Капитан Закурдайла и скромный гермоидальный чиновник Млекопитаев в ранге коллегского секретаря. Капитан Закурдайла носил залихватские черные усы и отличался столько же залихватскими манерами. Между ним и скромным чиновником Млекопитаевым была некоторого рода контра. Эта контра происходила, собственно, от геометричной противоположности их нрава. Млекопитаев в департаменте аттестовался чиновником добропорядочным, кротким и благочинным. Закурдайла же в полку был известен как стекловышибатель, мордобойца и вообще как человек самого скандального направления. В Петербурге находился он временно. Хлопотал о переводе себя по комиссариатской части и постоянное жительство в столице не располагал. Когда у него заводились деньги, так сказать, то это было самое благоприятное для Млекопитаева время, ибо капитан на несколько суток пропадал из квартиры. Когда же денег не имелось, то Млекопитаев истинно страдал, ибо капитан от нечего делать, дразнил и учил разным штукам своего легавого пса, отчего тот лаял и выл неимоверно. Лежа на кушетке и, задрав ноги на комод, орал во все горло любимейший свой романс. Но это бы все еще ничего, а главное то, что капитан приучил петь вместе с собою и пса. Чуть затянет он бывало в доме при обширном, как глядишь, уж и пес-то начинает вторить ему воем на всевозможные собачьи тона, от глухого басового рычания до самого пронзительного визга. Бывало, скромный чиновник Млекопитаев, возвратясь от своих служебных обязанностей, прежде всего, встряхнет и аккуратно сложит свой форменный виц-мундир, затем скромно и благоприлично сядет за приготовленную для него трапезу, пропустив предварительно в желудок свой пищеварительный и, насытившись, перейдет из-за стола на кровать, где часика на два ждут его объятия. Не подумайте чего-либо непристойного, нет, нет, просто объятия Морфия. И только что Морфий начнет обнимать скромного чиновника Млекопитаева, как за тонкой стеной вдруг раздается громогласный романс. Бывало, в доме приобщенном и спишь в постелях пуховых. После возгласа, бывало, возгласа, который особо энергично произносил, или лучше сказать, выстреливал капитан Закурдайла, немедленно следовал собачий вой, потрясавший все нервы Млекопитаева. И Млекопитаев в просонках вскакивает с кровати и стоит некоторое время, как ошалелый. Способность сообразить решительно покидала его в эти экстраординарные минуты. А за стеной, между тем, продолжается неистовый дуэт. Бывало, блюдечко варенье, или конфеты ешь один, пьешь кофе для обыкновения, как будто важный господин. Милостливый государь, говорит просительным тоном чиновник Млекопитаев, постучав предварительно в стену, «Милостливый государь!» Откликается капитан Закурдайла, но откликается тоном воинственным, как власть имущий. «Мне весьма хочется спать», замечает Млекопитаев. «С чем вас и поздравляю, и желаю спокойного сна и приятных сновидений», отвечает капитан. «Но вы прерываете мой сон, равно как и вы мое пение. Но вы нарушаете благочиние». «Благочиние?» «Да я разве не господин в своей квартире?» «Это мне нравится. Трезор?» «Подтягивай!» «Вторь!» «Бывало, предо мной поставят ху-ху или соус, или крем лимоном. Господин капитан!» Кричит Млекопитаев, теряющий надежду на объятие морфия. «Что вам угодно, господин колецкий секретарь?» «Здесь жить через ваше пение невозможно». «Так приезжайте на другую квартиру». «Я пойду жаловаться Анне Ивановне». «Хоть самому генерал-губернатору». «Трезор?» «Подтягивай!» «Бывало, Сретенский квартальный не смеет рассуждать со мной, а нет, так тотчас вертикально летит в канаву головой. Вой-вой-вой!» «Господин капитан!» «Господин капитан!» вопит между тем Млекопитаев, бегая из угла в угол по своей комнате и затыкая уши от собачьего воля. «Отстанете ли вы от меня, господин колецкий секретарь?» Кричит ему с дивана Закурдайло. «Что вы мне мешаете предаваться моим мирным занятиям? Если вы еще раз потревожите меня, то будь я не капитан Закурдайло, если вам не придется испытать участь Сретенского квартального. Трезор?» «Валяй!» «Бывало, миленькие девицы, мне говорят, Жоли Моншер, прийди, прийди в мою светлицу, клянусь как честный офицер». «Анна Ивановна!» «Анна Ивановна!» умаляет между тем, вбежавший в комнату хозяйки, взволнованный и потрясенный мне капитаев. «Я спать хочу!» «Анна Ивановна!» «Я ваш честный жилец!» «Анна Ивановна!» «Я всегда верно и аккуратно, без замедления плачу вам деньги». «Так за что же, за что меня обижают?» «Господин Закурдайло вот уж третий месяц не платит вам ни копейки, да и мне не дает покоя со своей бывало, будь она трижды проклята. Укротите его, Анна Ивановна!» «Ах, боже мой! Боже мой! Что же мне делать?» говорила Анна Ивановна, которой весьма не хотелось лишиться ни того, ни другого из своих клиентов. Но, как дама пронырливая, она знала слабую струну каждого своего постояльца, и потому, изрыгав порядочно капитана, конечно, заглазав, в утеху Млекопитаеву, она немедленно откомандировала хорошенькую Ниночку укротить неистовых певцов. Действительно, с появлением хозяйской дочери на пороге капитанского апартамента бесплатный концерт в пользу Млекопитаева затих и, по ее просьбе, на сей раз более не возобновлялся. Господин Млекопитаев мог беспрепятственно удалиться в свою комнату и снова предаться объятиям Морфия. Но, увы, Морфь, возмущенный капитанским дуэтом, упорхнул и, раскапризничавшись, не хотел более появляться на сцене. Делать нечего. Пришлось приняться за сына Отечества. Господин Млекопитаев был постоянным и при том аккуратнейшим и ревным подписчиком и читателем сына Отечества. Долго его занимала какая-то карикатура, в которой, как ни старался он добиться особого тайного смысла, но, невзирая на все потуги и усилия, не нашел в ней даже смысла простого, обыкновенного, так называемого, здравого. А потому, успокоившись на предположении, что редактор должен быть необыкновенно тонкий, политичный и умный человек, Млекопитаев принялся за свою заветную тетрадь, на первой странице, которая значилась. Сии некоторые житейские мысли, сочиненные коллежским секретарем господином Василием Млекопитаевым и кавалером, принадлежат ему же. Господин Млекопитаев был немножко философ, он почти ежедневно своим умом доходил до какого-то нибудь философского открытия, которое и записывал в своей тетрадке в виде афоризма. Некоторые из этих афоризмов были посвящены капитану Закурдайла, ибо внушены его безобразным поведением в отношении скромного автора. Этим способом он как бы удовлетворял свое чувство мщения ненавистному капитану. Вот несколько подобных афоризмов на выдержку для любопытного читателя. Я должен памятовать, что мы, люди, с тем рождены, чтобы жизнь наша подвержена была всем ударам привратов. Надежда незаконности бывает великим побеждением греши. Это насчет капитана, то есть насчет безнаказанности его пения. Ум человеческий не знает судьбы будущего своего жребия. Живи, пометуя смерть. Земледелие полезно всему человеческому роду. Дым близок к огню. Он умер достойным слез многих добродетельных людей. Горькое лекарство лучше, нежели сладкая трава. Премудрость есть познание вещей божеских и человеческих. Добродетели предложат награду греху наказания. Насчет капитана же. Надо бы просить Бога, чтобы бил здоровый смысл в здоровом теле. Насчет того же. Слава за добродетелью как тень за телом ходит. В этом роде было множество афоризмов написано у господина Млекопитаева. На нынешний раз он прибавил к ним три следующие. Скромность и терпение суть пачи всего. Они все превозмогают. Второй. безрассудный, что есть сон, как неизображение хладной смерти. Легкомыслие и распутная жизнь рано или поздно вовлекаются в бездну. Млекопитаев совершенно бескорыстно итогом ради собственного душевного назидания записывал, как видите, все и некоторые житейские мысли, не помышляя о благодарном потомстве, которое нашло и оценило бы размышления скромного калевского секретаря. Нет. Чистолюбивые помыслы отнюдь не гнездились в его голубиной душе. Для него это записывание своих мыслей и замечаний служило в некотором роде удовлетворением своих психических потребностей. Оно заменяло ему друга, которому в откровенную минуту можно было бы излить свою душу, когда на этой душе накипело уже много житейской горечи. Горечь живой жизни по большей части составлял сосед капитан Закурдайла. Однажды только и то ненадолго посетила его дерзкая мысль отнести свои записки в редакцию Сына Отечества для напечатания их на столбцах всей достопочтенной газеты. Но посетила и покинула. Нет, подумал о себе Млекопитаев. Там все такие умные люди пишут, пожалуй, еще пишут, да, осмеют меня. Нет, уж куда нам? И с этих пор означенная дерзкая мысль более уже его не посещала. Так тихо, однообразно и регулярно текли дни Млекопитаева, прерываемые по субботам и вканун больших праздников всенощными, а по воскресеньям и в самые праздники обеднями. Простояли бы эти дни в таком порядке, быть может, до сих пор, пока бренные останки Калевского секретаря и кавалера Млекопитаева не упокоились бы в воде какого-нибудь петербургского кладбища, если бы ни одно непредвиденное обстоятельство радикально изменившее весь строй жизни его. Но по обстоятельству есть уже принадлежность следующего и совершенно самостоятельного рассказа. Вереломный капитан или женитьба Млекопитаева. Капитан Закурдайла любил закусывать перед отходом к своему мирному и безмятежному сну. Ниночка по каким-то известным ей надобностям любила по вечерам шмыгать как будто невзначай по темному коридору тому самому коридору, который, как известно, составляет необходимую принадлежность всех меблированных комнат, отдающихся в наивнайм. Шмыгала же Ниночка без свечи по тьмах, вследствие чего неоднократно случалось, что она нечаянно сталкивалась с лихим капитаном. Ох! Испуганно, но шепотом произносила Ниночка. Кто тут? Это яс! Так же шепотом ответствовал ей голос капитана. Кто вы? Будто не узнавая настаивала Ниночка. Ваш обожатель! Много вас? Обожателев-то! Что вам надо? Да я насчет закуски, говорил капитан, отыскивая руками вероятно желаемую закуску. Ох! Шо это вы? Перестаньте, пожалуйста! Шепелявила кабинес Ниночка. Какие тут жакушки? Никаких таких жакушек тут нету, Ниночка. В некоторых случаях особо любила шепелявить, находя это необыкновенно, кокетливым и грациозным. Да нет же! Я знаю, что есть! Убедительным шепотом настаивал капитан. Ах! Оштавьте меня! Что это? Какие вы? Я никаких жакушек не знаю. Ступайте спрашивать у маменьки. Нет. Уже лучше вы сами потихоньку принесите ко мне в комнату. Хорошо. Я с Маврой пришлю к вам. Соглашалась Ниночка с намерением как будто уйти. Но не отходя от капитана. Нет. Зачем же с Маврой? Мавра еще нашумит. Обеспокоит. Вот соседа моего да и маменьку может тоже обеспокоить. А уж лучше вы сами приготовьте там потихонечку какой-нибудь эдакой ветчины или телятинки или вообще насчет копченого и принесите. Ну, хорошо. Хорошо. Только уйдите, пожалуйста. Шалуны вы эдакие права, шалуны, говорила улыбающаяся Ниночка, уходя приготовлять закуску проголодавшемуся капитану. Таким образом, Ниночка носила закуски потихоньку от маменьки, которая вообще была скупа на кусок. Скромный чиновник капитаев в такую позднюю пору обыкновенно уже предавался объятиям сладкого морфия. И это было единственное время, когда лихой капитан Закурдайло не нарушал его мирного сна своим неистовым дуэтом бывало. Но вдруг одно неожиданное обстоятельство совершенно прервало ежевечернее ношение закусок. Капитан Закурдайло внезапно покинул свою квартиру, оставил на письменном столе извещение такого рода. Питательница и поместительница моя, несравненная и великолепная Анна Ивановна. Беспощадная сила рока внезапно призывает меня, будучи уподоблен игралищью судеб, я лишился сладострастных моих надежд на обладание местом в департаменте и вынужден покинуть нашу обворожительную красавицу Пальмиру хладного севера, где душа моя вкушала столь много невинных удовольствий среди беспечных приятностей своих. Труба беспощадного рока призывает своего достойного сына к месту его служения отечеству. Все сие обстоятельства невольную силою извлекают из нежной души моей желайте всего хорошего а лучше всего выйти поскорее замуж и усладить собою печальные дни одиночества того смертного который будет избран его счастливые телохранители ее нежного состава. долг за квартиру и стол всего 162 рубля серебром будьте уверены не замедлит выслать вам при первой же возможности ваш покорный слуга за курдайло ах ты подлец ах ты мерзавец ах ты прощали прощалыга эдакий завопила растерянная Анна Ивановна прочитав поэтическое послание пропали мои денежки пропали 162 рубля пропали горесть Анны Ивановны о 160 рублях не имела пределов Ниночка прочтя этот любопытный документ почла за самое лучшее и самое приличное упасть поскорее в обморок и действительно упала точно же не забыв воскликнуть ах и закатить под лоб глазки Анна Ивановна при виде столь неожиданного пассажа испугалась не на шутку что ты что с тобой Ниночка восклицала она суетясь около растянувшейся на полу дочери изменщик ах изменщик он эдакий томно стонала смотря на обморок Ниночка что такое ты говоришь кто изменщик допытывала маменька он он погубитель несчастная теперь на всем свете ах и опять новый приличный обморок как не было Анна Ивановна поражена и взволнована утрату капитана его 162 рублями но слова Ниночки хватили ее словно обухом по лбу и заставили в отчаянии опустить руки все ее радужные мечты и надежды насчет престарелого начинованного и денежного петушка рухнули разом и безвозвратно положение ее поистине было трагично что делать как быть Анна Ивановна теряла голову но не потеряла не из таковых была она чтоб потерять ее и потому пока дочь ее пластом лежала на полу она принялась ходить по комнате обдумывая и соображая новый план быстро созревающий в ее практической голове Ниночке между тем надоело лежать в таком глупом положении и потому она снова принялась слабо и томно стонать изменщик изменщик полно кочевряжется то дура нечего притворяться будто я не вижу и не понимаю вставай-ка весьма нелюбезным тоном отнеслась к ней Анна Ивановна Ниночка попросила помочь ей привстать с полу ладно не гельцогиня какая-нибудь и сама встанешь и Ниночка нечего делать несмотря на обморок принуждена была подняться сама и принялась хохотать и плакать стараясь изобразить как бы это истерику нечего быть-то умела накуролесить так умей и поправлять а не то с глаз долой и знать тебя не хочу из квартиры сгоню ступай себе куда знаешь на все четыре говорила и Анна Ивановна продолжая обдумывать свой план ах ох их ах стонала и якала между тем Ниночка слышь ты обратилась к ней маменька остановясь прямо против нее чтоб ты у меня через месяц была замужем а иначе и на глаза не кажись истеранию слышь своими руками истеранию я уж и так истеранина ах ах тиран изменщик за кого же мне теперь и чего выйти говорила раскачиваясь из стороны в сторону Ниночка а замлекопитаева подсказала ей маменька фи противность какая прорыдала дочка ни за что ни за какие деньги не выйду выйдешь и даром выйдешь кочевряться нечего говорю я тебе ты выше мне и так вот где сидишь я тебе этого никогда не забуду как ты все мои надежды обманула подлая своей же фортуны дура решилась какие как же мне за него выйти вопросила утихая Ниночка это уж мое дело моя материнская забота ты только слушайся когда у нас первое число послезавтра но так ладно изволь приготовиться и Анна Ивановна стала сообщать дочери изобретенный ею план скромный чиновник млекопитаев имел обыкновение наиккуратнейшим образом каждое первое число приносить Анне Ивановне следуемые ей за квартиру деньги всегда бывало пообедает выспится и идет к ней в комнату относить следуемое а Анна Ивановна из любезности поила его обыкновенно на сей раз чайком самым лучшим так было и нынче чиновник млекопитаев восстав от послеобеденной высыпки облегся в свой вицмундир отсчитал пятнадцать рублей и постучался в дверь Анны Ивановны можно войтись ах это вы мси млекопитаев войдите раздался из комнаты голос Ниночки которому она старалась придать обворожительность а где же маменька спросил вошедший млекопитаев не видя Анны Ивановны маменька ушла по делу по одному и приказала мне за себя получить с вас за комнату вы конечно не откажетесь от чашки к чаю говорила Ниночка играя глазками насчет млекопитаева что последнему было очень приятно ибо он впервые испытывал совершенно новое для него ощущение игры женских глазок с моим удовольствием почту за счастье пробормотал млекопитаев сладостно смущенный кокетливостью Ниночки на столе между тем кипел уже самовар среди чайного прибора стояли два стакана и привлекательно возвышалась бутылка с любезную чиновничему сердцу надписью Ром Яманский вы конечно с этим спросила Ниночка выразительно указав глазами на бутылку грешный человек как прикажете я прикажу с этим могу и сонным весь в вашей власти расшевелился млекопитаев почувствовал в себе игривый прилив любезности ну так сядемте я приготовлю вам пуншик сели и приготовили приготовившие выпили за первым млекопитаеву был налит второй выпив этот второй наш скромный чиновник еще живее восчувствовал игривый прилив любезности и даже нежности какой-то что кроме пуншу усиливали в нем еще и кокетливые глазки Ниночки он таял и умилялся духом своим сядем поближе рядом со мной сядьте предложила ему Ниночка наливая третий стакан млекопитаев сел и поближе ему было очень тепло и очень приятно он попросил позволения поцеловать ручку Ниночка не отказала и дала ему обе руки вам это приятно спросила она наклонясь близко к его физиономии это блаженство о котором я и мечтать не смел бы прошептал очарованный млекопитаев вы все мужчины такие изменщики ветренники вам хорошей девушке и довериться нельзя шепеляла между тем Ниночка не отнимая от губ его своих ручек помилуйтесь зачем же так совсем напротив вы все мечтаете как бы обмануть хорошую девушку известно погубить ли вы такие это конечно бывает только неяс я могу доказать так вы не такой как другие совсем напротив я очень могу чувствовать я вам верю томно произнесла Ниночка и наклонившись совсем к лицу млекопитаева приложила губки свои к его щеке и не отрывала их млекопитаев был вне себя от восторга он совершенно размяк как булка в Ниночкиной стакане чая вдруг быстро и шумом растворилась и дверь и на пороге показался грозный призрак Анны Ивановны сопровождаемый двумя свидетелями млекопитаев остолбенел и разинул рот Ниночка пронзительно вспликнула ах и будто застыдившись припала к нему на грудь и руки свои как бы в отчаянии скинула на его плечи картина была очень эффектная и очень трогательная милостливый государь торжественным голосом начала Анна Ивановна я никак не думала чтобы вы как будучи моим жильцом могли так поступать вы обесчестили хорошую девушку она такая же чиновница как и вы даже гораздо повыше вас чином я колесская асессарша я этого никак не ожидала она она еще молода неопытна а вы обольстите ли ее господа воскликнула она обращаясь к двум стоявшим позади ее личностям господа вы два свидетеля не угодно ли вам взглянуть и составить законный акт можно и акт заметил один из свидетелей хриплым сипящим голосом словно с перепою якобы найден в развращенном виде и несоответственно званию помилуйтесь я я совсем напротив я ничего бормотал перетрусивший и дрожащий млекопитаев как вы еще отпираться да где же у нас глаза глаза то где же у нас после этого восклицала Анна Ивановна жестикулируя руками я мать милостливый государь я мать у меня материнское сердце вы нас обесчестили маменька проговорила Ниночка не обвиняйте его мы любим друг друга и просим вашего родительского благословения на веки нерушимого дополнил другой свидетель ну стало быть и дело в шляпе по рукам значит воскликнул первый подводя Анну Ивановну к любящейся чете укротите свое родительское сердце матушка Анна Ивановна благословите их как следует по закону да и заводочку поздравить жениха с невестой Млекопитаев стоял как истукан ничего не понимая ничего не умея сообразить его машинально поставили на колени машинально вложили руку его в руку Ниночки и машинально заставили преклонить голову под родительское благословение растроганной Анны Ивановны через неделю скромный чиновник Млекопитаев уже был женат на Ниночке не понимая сам как все это так скоро и так неожиданно случилось и таким образом в нашем Петербурге зачастую женятся и не одни скромные чиновники Млекопитаевы за всем открывается золотопромышленная деятельность Анны Ивановны и ее дочери составляющая уже собственно достояние нашего третьего и тоже совершенно самостоятельного рассказа дачи как поприще золотопромышленной деятельности повествование это посвящено именно уже описанию золотопромышленной деятельности мадам Млекопитаевой и ее матушки в нем заключается начало ее конец пока известен только одному Господу Богу ибо деятельность сия благополучно длится и по настоящее время Петербург город призавирующий многообразными родами означенной деятельности бытописатель петербургских золотопромышленников поставил себе задачу очертить по силе возможностей эти многообразные роли повествования о которых велико и обильно и даже порядок в нем будет для первого опыта он избрал одну из отраслей золотопромышленности именно ту в которой небезуспешно подвизается мадемуазель Млекопитаева купона с матушкой колески осершей или майоршей и кавалершей по мужу и так приступим скромный чиновник Млекопитаев совершенно неожиданно для себя самого вдруг почувствовал себя женатым он даже и после свадьбы долго еще не мог очнуться и сообразить как все это так случилось но я уже сказал что чиновник Млекопитаев был немножко философ когда способность сообразительности наконец возвратилась к нему то он пожав плечами с покорностью выразился так что же делать видно уж такова сила рока и на том успокоился когда товарищи и знакомые с удивлением спрашивали его как это вы так господин Млекопитаев совсем неожиданно женились он с той покорностью ответствовал им рог и более не давал никаких объяснений вследствие этой силы рога судьба и жизнь Анны Ивановны и Ниночки всем грузом своим обрушилась на шею Млекопитаеву или вернее сказать на получаемые им 300 рублей годового жалования но скромный Млекопитаев не возроптал рог следственно и роптать тут нечего да при том же и ропщи не ропщи а супруге новую шляпку подавай и удовольствие разное ей всякое доставляем доставляем как знаешь и откуда хочешь ибо я и не знаю ничего паче на удовольствие и на шляпке как петербургские чиновницы известно что петербургское человечество а тем паче петербургские чиновницы без дачи существовать не могут будь им хоть сквозной курятник да лишь бы дачей назывался они и там поселятся и будут находить что это даже очень прекрасно с мая месяца петербургское человечество сортируется таким образом Павловск принадлежность новая деревня немцы крестовские немцы петровск тоже немцы полюстрова чиновники и увы опять таки немцы впрочем будучи здешним старожилом я уже давно убедился что петербурге без немца ни на шаг не даром же он петербургом называется я убедился что петербурге русские обыватели составляет меньшинство большинство того же населения немцы немцы и опять таки немцы и так полюстрове тоже немцы но немцы перемешанные с чиновниками здесь чиновники составляют даже большинство почему чиновники предпочитают полюстрова я не знаю известно только что они предпочитают его впрочем ныне полюстрова уже утрачивает свою благоуханную прелесть ныне туда проникает комфорт и известного сорта цивилизация а я люблю то есть любил полюстрова во все его патриархальной неприкосновенности и первобытной простоте прежде бывало гнил себе там деревянный ресторанишко под названием киволи содержал его отменно плохо один почтенный немец и полюстровцы находили его безукоризненно прекрасным нынче же воздвигся там элегантнейший кафе освещенное газом весьма роскошно содержит его тоже немец но уже не тот а другой немец и полюстрова с этим газом увы увы утрачивает весь эрфикс своего былого благоухания всю свою первобытную неприкосновенность несмотря на это полюстрова не утратила еще особенный характер свой мало похожий на остальные дачные болота хотя и полюстрова есть точно такое же болото а лачуги его суть те же самые курятники сооруженные и щеп ибо барочного леса но особенность полюстровского характера заключается не в наружности а в самих обитателях его и именно дело вот в чем неподалеку живет в великолепном доме аристократический владелец этой местности и его то присутствие оказывает столь влияние на дачников что они все до одного усвоили себе даже особый так сказать полюстровский характер все полюстровцы в этом отношении разделяются на две категории на искательных и независимых и эта искательность и независимость коими вполне определяется вышесказанный полюстровский характер появляются именно только в одном известном случае при известной встрече идет например по парку владетель означенной территории впадается ему навстречу дачник дачник знает что это владетель владетель решительно не знает что это дачник и о личности его не имеет ни малейшего понятия но что бы тут кажется особого два совершенно незнакомых друг другу человека встретились и прошли мимо а между тем нет на деле выходит вовсе на деле выходит что мирный полюстровец завидев издали еще аристократического владельца изображает на лице своем самую любезную улыбку взор его умиляется как взор у пуделя которого мы приласкали спина его начинает ощущать некое приятное согбение ноги как-то мягче скользят по дорожке но вот владетель уже в двух шагах дачник почтительно снимает шляпу и смотря заискивающими глазами на владетеля как бы молит его взорами ваше сиятельство окажите мне честь удовольствие поклонитесь пожалуйста не сконфузьте меня понапрасну и владетель никогда не конфузит мирного дачника отвечая в свою очередь очень любезным поклоном а дачник как только получил этот вожделенный поклон тотчас выпрямляется и счастливой гордостью продолжает путь свой далее это один тип обитателя тип искательный другой тип независимый этот еще достолюбезнее первого представьте себе что независимый дачник идет себе очень мирно просто и скромно как обыкновенно ходит большая часть смертных идет размышляя о делах своих и вдруг замечает владельца тотчас же гордо подымает вверх голову изображает на лице свое независимое и даже несколько высокомерное выражение походка его приобретает более твердость и рука как-то насильственно машет тросточкой и он проходит мимо владельца таким вынужденным независимым образом и глядит ему прямо в лицо как бы желая выразить а вот же я не поклонюсь видишь не поклонюсь ни за что не поклонюсь вот тебе к сожалению близорукий владелец никогда не замечает этого независимого вида но для чего бы кажется человеку не пройти себе просто как шел до встречи но что такое заключается для него в этом владельце который его совсем не знает и дурного ему ровно ничего не сделало а между тем независимый дачник непременно с гордостью вздернет свою голову такова уже обиходная привычка полюстровских дачников таков их полюстровский характер а полюстровские дачницы это самые прелестные дачницы каких только я знаю они представляют уже третью особую черту местного характера относительно встречи с владельцем при этой встрече они несколько кокетливее приподнимают свои юбки кокетливее выставляют ножку и выгибают носки кокетливее мотают головками взгляды их мгновенно получают какую-то томную влагу и обворожительность а уста сами собою невольно уже как-то лепечат какую-нибудь ходячую французскую фразу непременно французскую потому что в сердце прелестных дачник всегда кроется страсть показать себя принадлежащим к аристократическому кругу а по их мнению известно что аристократизм без французского языка но не существует оставив владельца шагах в десяти за собою они опять преспокойно будут продолжать речи свои на более удобном для них российском или немецком диалекте но при встрече непременно употребят французское слово млекопитаева переселяясь на дачу полюстрова конечно не осталась чужда этим полюстровским привычкам она напротив усвоила их себе с необыкновенную быстротою и была вполне счастлива своим сквозным курятником одно только несколько беспокоило ее хозяева неотступно приставали с требованием денег задачу а госпожа млекопитаева предпочитала убивать деньги на наряды от этого происходили некоторые диссонансы в хозяйстве и семейной жизни впрочем сам господин млекопитаев голоса в семействе не имел никакого и чуть пикнет бывало слово на него так окрысятся и заорут в две глотки супруга и теща что просто хоть беги вон из дома и потому он предпочитал молчать в недрах своего очага как я ем этого никто не видит да и желудок не разбирает чем его не накорми все едино рассуждали супруга с тещу а как я одета это все замечают и в силу таковой логики госпожа млекопитаева зачастую весьма голодала и мужа голодом морила но наряжалась всегда отменно отлично дачные хозяева ставили ее однако в затруднительное положение ибо начинали судачить и обносить ее по соседям за неплатеж денег но тут неожиданный случай помог млекопитаевой с матушкой вывернуться из тех затруднительных положений и даже научил как действовать в подобных обстоятельствах на будущее время анна ивановна семейством любила посещать музыкальные вечера в том месте которое полюстровцы знают под именем тиволи для этого млекопитаева заставили господина даже на последние деньги взять абонементный билет анна ивановна вместе с Ниночковой являлись туда аккуратно три раза в неделю назначенные дни являлись раздушены и разряжены и совершали вокруг эстрады похоронное хождение известно у полюстровцев так и не у одних полюстровцев под именем гуляния на музыкальном вечере господин млекопитаев на эти прогулки не допускался по причине несоответственного партикулярного костюма хотя правом на вход в тиволи и пользовался вознаграждение за лишение права прогулки ему выдавалось на руки 15 копеек серебром на которое он мог спросить себе в милом ресторане бутылку пива из ресторанной террасы любоваться на свою супругу которая проходя мимо не удостаивала его никогда даже взглядом анна ивановна обыкновенно сделав два-три тура вокруг площадки усаживалась на скамейке наслаждаться музыкой а Ниночка одна сама по себе продолжала шествие но уже не с похоронной а с обворожительной миной и бойко кидала по сторонам свои взгляды это-то вот бойкое кидание взглядов и послужило причиной тому случаю который помог ей выпутаться из-за труднительного положения насчет дачных хозяев на одном из музыкальных вечеров присутствовал какой-то господин упитанный в достаточном градусе дарами бахуса господин который не мог видеть равнодушно без сладкого сердечного трепета бойкого кидания Ниночкиных глаз вероятно Ниночка кинула на него взгляд свой с особой бойкостью и выразительностью так что господин мой не удержался и настойчиво сопровождал ее в течение двух туров Анна Ивановна зорким ястребинным взглядом заметила это непрошенное сопровождение и уже сама глаз с него не спускала господин между тем повернул назад и сделал тур навстречу Ниночке да поравнявшись с нею совсем неожиданно чмок ее в губы это было конечно очень неприлично Ниночка ах и прямо в обморок читатель уже знает что она очень любила обморок Анна Ивановна сделала грозный знак своему зятю чтобы он приблизился а сама с яростью тигрицы бросившись на место происшествия схватила господина который намеревался уже дать стрякачу прямо за ворот пальто я мать милостивый государь я мать заупила она вы оскорбили благородную женщину чиновницу я мать городового полицию сюда в это время подоспел господин Млекопитаев и стоял в совершеннейшем недоумении насчет случившегося а это муж милостивый государь это муж восклицала по обыкновению жестикулируя с пафосом Анна Ивановна говори же что ты муж болван грозно сказала она обращаясь к Млекопитаеву я муж повторил бессмысленно господин Млекопитаев городового полицию и суда продолжала между тем Анна Ивановна господа благородная публика будьте все свидетелями нашу честь оскорбили публично оскорбили городового сюда явился городовой и даже не один а целых три неизвестный господин совсем перед руси ненечко между тем была приведена в чувство и принялась истерически рыдать что так же очень ей нравилось словом скандал вышел все совершеннейшие в квартал крепнула Анна Ивановна в квартале разберут и сама собственноручно повела неизвестного оскорбителя в квартал в сопровождении трех альбазилов Ниночки Млекопитаева и многочисленной публики которая впрочем вскоре стала понемногу отставать и возвращаться к месту своего удовольствия простите меня пожалуйста бормотал между тем струсивший господин который оказался каким-то купеческим сынком тятенька отчина на меня сердиться станут что хотите берите только фортал не представляете нет мошенник заплати сперва за бесчестие да и господам городовым заплати а не то в квартал я брат чиновница майорша я свое везде найду я с тебя по судам за бесчестие возьму коли на то пошло по судам затаскаю купеческий сынок окончательно струсил этой последней угрозой и поспешно вынул бумажник что хотите берите повторял он умоляющим голосом я не в своем разуме был коли тятенька узнают беда и забьют всего его исколотят как собаку последнюю ради самого господа бога отпустите ты по закону должен треть его жалования за бесчестие жены заплатить я тебе все пункты и статьи подведу уж в квартале увидишь стращала между тем Анна Ивановна коли хочешь чтобы тебя отпустили давай сюда сейчас сто рублей да на господ городовых десять а не то нынче же просьбу в суд подаю у меня брат вся публика свидетелем видно купеческий сынок очень уже боялся своего тятеньки потому что с благодарностью вручил Анне Ивановне радужную ассигнацию да господам городовым красненькую и все не выключая и господ городовых остались довольны и счастливы вот что значит ум да ум торжественно восклицала Анна Ивановна потрясая в руках своих купюру а все я все я кабы не я ты бы дурень и не догадался маменька купите мне новую шляпку нончи гарибальди в моде прошептала Ниночка ладно матушка сперва задачу надо да задачу само собой а шляпка другая статья вы все таки мне должны ведь если бы не я так ничего бы этого и не было ну хорошо хорошо и шляпку новую купим я дама справедливая что правда то правда а главное дача за все лето оплачена рассуждала Анна Ивановна необыкновенно довольная этим происшествием а знаешь что Ниночка прибавила она спеша сообщить озарившую новую мысль давай и всегда так делать наши дачные гуляния для этого ведь очень удобны нынче по люстрове а там за Петровым а там за Крестовском а там в другом месте ведь ты погляди какие доходы будут да и доходы благородные потому за свою честь получаешь за свою что ж это хорошо я согласна отвечала Ниночка мечтая уже о десятке новых шляп и бурнусов ну и прекрасно подхватила Анна Ивановна по крайности почитай каждое лето задачу ничего платить не будем а таких дураков как нынешний везде вдоволь на наш пай найдется и действительно с тех пор Анна Ивановна с Ниночкой каждое лето ознаменовала ознаменовая себя где-нибудь таким же подвигом то в новой деревне то на черной речке то еще где одним словом в какой-нибудь из дачных петербургских окрестностей второго разряда они сделали себе из этого даже своего рода золотопромышленническую профессию господин Млекопитаев разыгрывает при этом по большей части безмолвную и пассивную роль его поневоле таскают они за собой заставляя вступаться за оскорбленную честь жены и он всегда по знаку Анны Ивановны повторяет одну и ту же фразу я муж милостливый государь я муж Анна Ивановна с Ниночкой так уже навострились в этой профессии что по одному чутью узнают подходящего для себя субъекта которого с успехом можно поймать в ловушку и субъекты действительно находятся в гениальную голову Анны Ивановны пришла даже однажды такого рода идея что дружески отнеслась она к своему зятю если бы ты такое дельце задумал а какое маменька да вот мы с Ниночкой стараемся о семействе своем родеем и тебе породить бы я и то маменька родеюсь служу жалование получаю приношу его домой всегда исправно аккуратно да что жалование эко штука 25 рублей в месяц вот в историях то что с нами бывает мы с нею за честь свою ступаемся а ты болван болваном стоишь только то и слово и скажешь в которое тебя носом ткнешь а что же мне делать маменька ах дружочек ты мой дружок как что ты стоишь себе как пень какой а другой бы на твоем месте при таком оскорблении чести своей жены из себя вышел дерзости стал бы говорить подлецом бы вругал да за подлеца маменька в рожу дадут ну так что ж что дадут это и хорошо коли дадут этого то и надо дружочек люди добиваются этого чтобы дали то да видишь ты не больно нонче на этой щедроты стали как же так маменька ведь оно можно сказать оскорбление чести выходит ну да да оскорбление а за оскорбление деньги платят да все же честь замарана маменька вот какие глупости замарана за платком не надо ходить вынь да оботрись стало быть не замарана коли тебе за бесчестье заплатили это все равно что он извинился перед тобой а зато дружочек ты мой деньги деньги вот бы мы втроем и добывали но скромный и всегда покорный млекопитаев на сей раз остался непреклонен и никак не согласился на предложение Анны Ивановны а потому в последнее время Анна Ивановна снова уже начинает подумывать о каком-нибудь богатеньком и чиновном петушке для своей Ниночки петушке при прочном покровительстве которого муженька можно было бы отбросить в сторону на произвол судьбы читатель конечно никак не воображал чтобы из подобного рода скандалов была возможность сделать себе золотопромышленную профессию а между тем это так это столь же верно как и то что ты мой читатель в эту минуту читаешь все строки да впрочем в Петербурге и не такого рода профессии бывают в Петербурге в Петербурге